Ностальгия по тюрьме. Я думаю, я не единственный человек, который, наверное, об этом говорит. Это по-израильской. Вас послушать, то творческому человеку, пишущему, скажем так, или творческому, думающему, самое место в израильской тюрьме. Ой, а русские разве революционеры не говорили того же? Разве Солженицын, кстати, не писал благословенно «ты тюрьма»? Я думаю, для многих людей, которые высидели достойно, тюрьма – это некий основополагающий жизненный опыт, к которому совесть обращается за советом. Это, я думаю, свойственно не только человеку, который провел время в израильской тюрьме, никак не запятнав себя, а наоборот, выстояв. Но все равно надо выстоять. В любой тюрьме надо выстоять. Несомненно, израильская тюрьма во многом отличается в худшую сторону, если мы говорим, например, о том, с кем приходится сидеть. Ну, например, мало кто имеет представление, что такое израильская тюрьма. Израильская тюрьма, у меня очень много удобств. Вот там, где я сидел, например, есть доступ к телефону. Я звонил свободно даже за границу, пользуясь там кредитной карточкой и так далее. Это огромный плюс. Хотя мне как-то удалось поговорить с одним приятелем, который сидел тогда, он находился в Иркутской области в лагере, и у него был мобильный телефон, а я ему звонил с израильского телефона, было очень забавно. Представляете, да-да-да-да-да. Мобильных телефонов в израильской тюрьме нет, кстати. В отличие от российских тюрьмах, где мобильные телефоны многим сегодня, как мы знаем, разрешаются, тем, конечно, у кого есть деньги. Работать не заставляют. Пытались заставить работу, но я избрал тот путь, который называется на российском жаргоне отрицалово, то есть делать, что хотите. Вот у меня есть книги, я занимаюсь этим, только этим. А работать я не собираюсь, поскольку я не считал возможным признать, что я вот тут буду искупать какое-то вино. Я считаю, что они были передо мной виноваты. Я именно считался политическим заключенным, что на иврите называется битхуни, что связано как бы со службой безопасности, а не с полицией. Я не имел отношения вообще к полиции, я имел отношения только к линии службы безопасности. То есть вы себя неправильно вели по отношению к обществу? И представляли некую опасность, что ли? Вы знаете, общество ко мне очень хорошо относилось и относится неплохо по сей день, но когда власть придержащие и сторожевые псы, которые находятся вокруг этой власти, они чувствуют, что некий человек, он не играет по их правилам, что он не готов принимать их условия игры, то с ним разными способами пытаются расправиться. Ну и посадить в тюрьму, это, знаете, традиционно. Это в любой стране Израиль не отличается ни в лучшую, ни в худшую сторону. К сожалению, приходится говорить всегда о количественном факторе, сколько сидит людей невинных в разных странах, больше или меньше, но везде это имеет место. Власть действует таким образом бессовестно очень часто, и, к сожалению, почти всегда безнаказанно.